В общих чертах, то есть об ухудшении этой погоды, а именно о сильном ветре мы узнали вчера, нам сообщили по сводкам. Как мы говорили ранее, то, что было сказано, а где же собственно штаб, то есть штаб мы создали еще в начале зимы. У нас сейчас есть центральная диспетчерская, город поделен на сектора, в каждом секторе есть ответственные за этот сектор. Поэтому по вчерашнему дню мы, узнав об ухудшении этой погоды, в рамках нашей концепции сообщили всем руководителям АТКП, чтобы усилили количество личного состава. Также, чтобы подготовили эту технику на утро, мы ждали начало в 6 утра, потом уже по обновленной послодке мы узнали, что начало будет рестрахи где-то в 11.00. И вот уже, в принципе, с самого раннего утра мы были готовы. Что касается тех ресурсов, которые на данный момент у нас задействованы. Если говорить по ЖКСам, то сейчас это работает 520 человек, это по всем ЖКСам нашего города. Если говорить по остальным, это КП, то это КП, город Зелентрест, 98 человек и 8 единиц техники. Это КП, городские дороги, 14 единиц техники и 69 человек. Это КП, одесса, город, электротранс, у нас это работает 9 единиц техники. Это из них 6 вышек, там автокраны и 40 человек. Это монтёры контактной сети и путейцы. Также у нас задействовано 8 вышек в Горсвет и 40 человек личного состава в Горсвет. Уже сейчас по состоянию, эта информация на 1640, 146 деревьев, которые упали. Мы уже их, скажем так, распилили, оттащили, а сами ветки и мусор будем вывозить ночью. И еще 148 деревьев, которые сейчас находятся в работе. Я думаю, что до завтра мы и с этими деревьями это тоже разберемся. Если не появятся новые, будем сообщать дополнительно. Что касается по остальным позициям. Ветер это порывистый, значит, нанес большой ущерб, это по части, это электроснабжение. 10 высоковольтных линий в городе это повреждены. Самые большие это повреждения, это в Атаресе Северный. Там 6 высоковольтных линий. По всем этим участкам это работают специалисты Облэнерго. Мы с ними это постоянно на связи. И до конца дня высоковольтные линии все должны быть восстановлены. Точечные это порывы, которые есть. Их достаточно много. С ними мы тоже работаем. Будем усиливать, если будет такая необходимость Облэнерго, нашими вышками в Горсвет. И я думаю, что максимально быстро и точечные это порывы мы тоже устраним. Что касается остальных каких-то локальных ситуаций, если есть вопросы, узнавайте, буду отвечать. Да, это по транспорту. На данный момент не работает. По трамваю это Черноморское направление. Сейчас на Толбухино ведутся работы. Работают специалисты несколько вышек. Я думаю, в течение минут сорока, это часа, эти маршруты будут восстановлены. Не работает, но 21 маршрут. Я думаю, в течение этого получаса его восстановят тоже. Все остальное по трамваю работает. А по троллейбусу на данный момент, это по третьему и по второму маршруту есть задержка. Он не работает из-за упавших деревьев на контактную сеть и из-за обрыва. Там ситуация усугубилась еще тем, что дерево, это помимо того, что упало на контактную сеть, есть еще и несколько машин, несколько машин это повредило, и мы ждали полицию. Сейчас уже работы ведутся. Это по восстановлению, я думаю, что тоже достаточно быстро мы эти маршруты восстановим. Все остальные маршруты работают. Ну, сейчас я вам это однозначно не скажу, но наверняка все машины были застрахованы. Если нет, то в дальнейшем это уже будет решение суда, которое будет выполнять либо та, либо иная сторона. По поводу жинки, как раз сейчас там на месте находится руководитель ЖКСа Портофранковский и наши специалисты. Мы с ней введем переговоры о том, чтобы ее отселить с этого здания. Вот, и я думаю, что мы это сделаем достаточно скоро. По восстановлению дома, ну, этим, и были ли эти обращения, либо не были, и кто на них не реагировал, если они были, будем выяснять это, разбираться дополнительно. То есть уже после того, как мы это ликвидируем, все эти последствия. На данном этапе наша задача, а это максимально быстро убрать все последствия, чтобы город мог нормально функционировать, а уже потом будем разбираться, кто что не сделал, и почему эти последствия были. Мы всех людей всегда отселяем. То есть нет такого, что там какое-то ЧП, пожар, либо вот данная ситуация, и чтобы люди остались на улице. То есть людей всегда отселяют. В сегодняшний день ветер был, скорость ветра была по 35 метров в секунду. Поэтому говорить сейчас, что виной тому, что это гнилые деревья, это очень сильный ветер, тем более, что порывистый. Вот, поэтому мы вот искали там, я не буду сейчас говорить, это когда была похожая ситуация, там нет достоверной информации, но мы об этом сообщим позже. Но ветер действительно, действительно сильный. То есть сегодня что, если вы видели те видео и фотографии, вот что делалось на Дамбин, на Хаджибейской и так далее, то есть, ну действительно что. Вот, поэтому говорить о том, что деревья упали из-за того, что они гнилые, вот, я вам сейчас не готов. То есть это будем опять-таки заниматься, будем расследовать, будем смотреть и в дальнейшем, чтобы такие ситуации не повторялись и чтобы у всех была на этот счет эта полная информация. Я уже говорил, что мы создаем сейчас интерактивную карту, это отходя от темы «Зеленых наслаждений», которая уже, я думаю, в марте месяца заработает. В итоге это, когда мы ее наполним, то мы будем это, будет фактически это такой мини-паства, это для каждого дерева. Фотографии, да, где действительно вывод деревьев с корнем, абсолютно здоровые. Более того, есть несколько бетонных опор, которые упали, и это нормальные опоры, которые поломались. Поэтому ветер будет действительно очень сильный. Дежурство и по департаменту, и по всем КП это расписано. Они всего добрые, то есть мы люди, которые сейчас заступают, все заступают вактивным способом, то есть эта работа не будет останавливаться не на минуту до тех пор, пока мы полностью не вернемся к нормальному рабочему состоянию города.